О том, что грипп – грозное и очень серьезное заболевание, которое может вызвать целый ряд тяжелых осложнений, Брещанка Марина знает не понаслышке, а потому прививку против опасного вируса своей 7-летней дочери Яне делает регулярно. В этом сезоне девочка пропустила прививочную кампанию по состоянию здоровья, а потому сегодня в их семье большое внимание уделяется профилактике. Стараемся всегда делать прививки от гриппа. В этом году не получилось, потому что мы приболели, и долго лечились, и пропустили. А так, салаты, овощи мы кушаем, очень любим, гуляем, отдыхаем так почаще. В настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Бресте стабильная и благополучная. В этом сезоне получили прививки против гриппа 148 тысяч жителей Бреста и района. Но быть начеку все же нужно. Имея защиту от гриппа, подхватить недуг, вызванный другими возбудителями острых респираторных вирусных инфекций, можно. Гигиена рук не так, как обычно, а более часто, не менее 10 раз в день. И руки моем тщательно с мылом, не менее 20-30 секунд. После мытья руки высушивают бумажным полотенцем. Это касается как больного, так и всех его членов семьи. Гигиена рук. И вторая основная мера – это ношение масок. Маски могут быть либо одноразовыми, либо многоразовыми из четырех слоев марли. Маску необходимо менять через 2 часа. Ношение масок касается как больного, так и всех его членов семьи. Для гриппа характерно резкое начало, которое проявляется резким подъемом температуры до 39-40 градусов, которое держится в течение нескольких суток. Также характерна сильная головная боль в области лба и глазных яблок. Характерна также боль в суставах, в мышцах, ломота. Также пациенты жалуются на быструю утомляемость, слабость, вялость. Для гриппа, в отличие от других вирусных инфекций, нехарактерны. Насморк, кашель – эти симптомы проявляются через несколько суток. Люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями – беременные женщины и дети. Эта категория остается в группе риска. Грипп опасен даже не сам по себе, он опасен осложнениями. То есть мы боимся, если развивается поражение дыхательных путей, сердечно-сосудистой, нервной системы. То есть грипп именно опасен осложнениями. Мы боимся за тех, кто называется группой риска. Дети, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, особенно дыхательная система, сердечно-сосудистой, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Вот такой группе лиц лучше назначать и противовирусные препараты. Но это должен решить врач. Антибиотики – это не тот препарат, которым мы лечим грипп. Осложнения – да. Хочется сделать вывод, гриппом легко заразиться. От гриппа можно получить осложнение и можно умереть. И от него есть профилактика в виде прививок. В настоящее время в Бресте уровень заболеваемости ОРЗ стабильный. Распространение респираторных инфекций идет типичным для середины зимы образом. Регистрируются лишь единичные случаи гриппа. На нашей территории на основании постоянного дозорного, рутинного надзора у нас циркулируют гриппы H1N1 и на основании лабораторных исследований носоглоточных мазков и сывороток крови и H3N2. То есть те вирусы гриппа, новых вирусов гриппа никаких не зарегистрировано. То есть это те штаммы, которые входили в вакцины использованные, те, которые как бы ежегодно, против которых мы стараемся максимально защититься. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.